Проект «Северная Карелия». Решение, которое изменило всё. Эта история началась в 1971 году в финской провинции Северная Карелия. В то время в Финляндии наблюдалась самая высокая в мире смертность от ишемической болезни сердца. А хуже всего дела обстояли как раз в этой восточной провинции. Преждевременно умирали и мужчины, и женщины. Кардиологическая ассоциация в Финляндии, которая проводила эпидемиологические исследования, знакомила с их результатами не только врачей, но и общественность, политиков, руководство провинций. И вот губернатор Северной Карелии при поддержке членов парламента и общественных организаций официально попросил правительство и Национальное управление здравоохранения о помощи. Необходимо было действовать, поэтому в следующем году в провинции была запущена пилотная программа по выявлению факторов риска и изменению образа жизни в масштабе всего сообщества. Использовалось то немногое, что было известно к тому времени о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Грандиозность задачи состояла в том, чтобы любой член общества, а не только больные или люди с высоким риском, мог получить необходимую информацию, а главная возможность перестроить традиционные, складывавшиеся веками пищевые предпочтения. Руководителем проекта стал энергичный 26-летний врач Пекка Пуско. Сразу же к проекту подключились популярные СМИ. Газеты, радио, телевидение, информационные материалы для которых готовила рабочая группа проекта. Когда люди получают много, зачастую противоречивой информации, как оно обычно и бывает, они сохраняют свои укоренившиеся привычки. Для того, чтобы изменить многолетний уклад жизни, разные части общества должны быть заодно. В проекте подчеркивалась надежность источников информации, ВОЗ, правительство, академическое и экспертное мнение. И важность программы не только в национальном, но и в международном масштабе. В проекте приняли участие самые разные слои общества. Во-первых, в работу были вовлечены общественные организации и волонтеры. Во-вторых, врачи и медсестры прошли специальную подготовку, чтобы доходчивее объяснять пациентам, как конкретно они могут улучшить свое здоровье. Наконец, к лекциям и практическим занятиям о питании привлекли местную ассоциацию домохозяек. И даже школьников на уроках домоводства учили готовить более здоровую пищу. Традиционно в Финляндии сливочное масло не только толстым слоем намазывали на хлеб, но и готовили на нем. Производили и выпивали огромное количество прекрасного цельного молока, которым всегда славилась эта земля. Основным овощем здесь не одно столетие был картофель. Фрукты и растительные масла импортировались, а поэтому были дорогими. В пище преобладали соленые продукты, общее потребление соли составляло 12-16 граммов ежедневно. Стоит ли удивляться, что при таком питании население страдало гипертонией и имело высокие показатели холестерина? Мы несем личную ответственность за свое здоровье. Никто, кроме нас, не сумеет лучше позаботиться о нем. Но существует и ответственность общества, которая заключается в обеспечении здорового выбора. Разработчики проекта «Северная Карелия» понимали, что людям нужно предоставить более здоровую еду, поэтому к работе привлекли производители продуктов, стали выпускать менее жирное молоко. Ведущий финский производитель печенья изменил его рецептуру, полностью отказавшись от транжиров и заменив часть насыщенных жиров ненасыщенными. Уменьшилось количество соли, добавляемой в готовые продукты. Чтобы поощрить к этому производителей, была введена маркировка продуктов со сниженным содержанием соли – хлеба, колбас, сыра, готовых завтраков. Для этого даже пришлось пересмотреть национальное законодательство. Когда стали выращивать рапс, появилось растительное масло местного производства. Фермерам, которые не были особенно довольны сокращением производства молока, предложили выращивать ягоды. Правительство запустило и профинансировало ягодный проект, в центре которого были клубника, смородина и дикорастущие лесные ягоды. Это не только заняло фермеров, но и позволило увеличить потребление вкусной растительной еды. Профилактика дешево и сердито. Уже через пять лет региональная программа, которая доказала свою эффективность, стала национальной. Кроме изменения питания, были запущены мероприятия, поощряющие отказ от курения. Детям в школах объясняли, как противостоять социальному давлению и не начинать курить. В сочетании с законодательными мерами это привело к тому, что сейчас ежедневно курят всего 16% финнов. Мне кажется, что грандиозность этого проекта именно в том, что он находил любую возможность донести информацию до людей. Это происходило буквально везде. К программе присоединились предприятия и организации. Питание в столовых становилось более здоровым, а работников обследовали и давали рекомендации прямо на рабочем месте. Был проведен массовый медицинский осмотр и выявлены все люди с гипертонией, которым затем не только назначали лекарства, но и объясняли, как контролировать давление, улучшить питание и больше двигаться. Сейчас в Финляндии в каждом дворе созданы условия для движения. Неудивительно, что физически активны 58% финских мужчин и 65% женщин. Программа много внимания уделяла подросткам и семьям. Пищевые привычки и поведения, которые ребенок усвоил в семье, пойдут с ним дальше по жизни. Именно они будут определять здоровье, активность, качество жизни взрослого человека. Финская программа блестяще справилась с поставленными перед ней задачами. Почти в два раза снизилось потребление соли, люди стали есть в четыре раза больше овощей и в три раза чаще использовать растительное масло. В популяции не только уменьшились показатели артериального давления и уровня холестерина, но и значительно сократилась сердечно-сосудистая заболеваемость. Более здоровый образ жизни и питания уменьшили бремя и других хронических неинфекционных заболеваний, например, онкологических. За 35 лет раннего выявления болезней и факторов риска, контроля, обучения, изменения образа жизни в масштабах страны, средняя продолжительная жизнь увеличилась с 66 до 75 лет у мужчин и с 74 до 82 у женщин. И это здоровая и активная жизнь. Самые простые меры привели к тому, что трудоспособные мужчины в Финляндии стали на 73% реже умирать от инсультов и на 53% от рака. Если это не чудо, то я не знаю, что тогда чудо. Финский опыт был заимствован ВОЗ и рекомендован странам-участницам для развития национальных профилактических программ. Успех проекта связан прежде всего с тем, что организаторы добились отклика и участия каждого человека. Они поставили задачу изменить поведение людей, используя наработки поведенческой психологии. И блестяще эту задачу реализовали. Так что проект был выполнен усилиями всего общества и состоялся благодаря научному подходу не только к медицинским, но и к психологическим аспектам проблемы. Немалой частью успеха он обязан и хорошо налаженной обратной связи с людьми, а также постоянному мониторингу происходящих в обществе изменений. А ведь то, что получилось у целой страны, во многом можно применить и в отдельной семье. Хронические неинфекционные заболевания сейчас наиболее распространены в странах со средним и низким доходом. Жить с ними тяжело, лечить их дорого, поэтому в любом возрасте не стоит пренебрегать их профилактикой, как убедительно показывает программа «Северная Карелия. Наше здоровье в наших руках». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова